Красные дорожки, крупные гонорары и толпы поклонников – так, на взгляд обывателя, выглядит профессия актёра. А на самом деле это эмоциональное напряжение и серьёзный физический труд. Порой артистам даже приходится менять внешность ради заветной роли. Подборку именно таких картин представим сегодня. Начнём с драмы «Глава 27», которая рассказывает об одном из самых громких убийств 20 века. В центре сюжета обычный человек – семьянин Марк Чепман, который однажды принимает решение убить Джона Леннона. Причём после того, как застреливает музыканта, он остаётся дожидаться полиции, читая роман Целлинджера над пропастью воржи. Роль убийцы в картине сыграл мастер перевоплощений Джаред Лето. Для фильма он набрал 32 килограмма, а в течение нескольких месяцев актёр питался только пиццей, макаронами, шоколадом и мороженым. В результате организм вегетарианца дал сбой прямо во время съёмок. Джареду было сложно ходить, периодически приходилось передвигаться на инвалидной коляске. И эти жертвы, увы, себя не оправдали. «Глава 27» провалилась в прокате, не окупив бюджет в 5 миллионов долларов. Это всё, что вы хотели? Я собираюсь убить Джона Леннона. Пожертвовать привлекательной внешностью ради роли пришлось и Мэтью Маконахи. Для съёмок в драме «Долазский клуб покупателей» он похудел на 20 килограммов. Герой Маконахи – простой техасский парень, который наслаждается жизнью. Однажды попав в больницу, узнаёт о своём страшном диагнозе, спит. Мириться с печальным прогнозом врачей герой не желает и принимает решение жить на полную катушку. Чтобы убедительно сыграть роль ВИЧ-инфицированного пациента, Маконахи несколько месяцев сидел на жёсткой диете. Его дневной рацион состоял из двух яиц и небольшого кусочка варёной курицы. Кстати, партнёром Маконахи по площадке стал уже упомянутый Джаред Лето. На этот раз ради роли ему пришлось худеть на 13 килограммов. И на этот раз не зря оба актёра получили премию «Оскар» и «Золотой глобус». Он поздоровался. Пожми ему руку. В чём проблема? Да пошёл. Пожми руку, хочешь? И как следует. Как следует. Если мужчинам непросто перевоплощаться, то каково приходится женщинам? Особенно, если ты главная красотка Голливуда Шарли Стерон. В не новой, но несомненно сильной драме «Монстр» сексуальная блондинка сыграла серийного убийцу. Главная героиня – женщина лёгкого поведения Эйлин, которая знакомится с молодой девушкой Селби. Чтобы у них была возможность быть вместе, Эйлин вынуждена продавать себя. Но внутри у женщины нарастает ярость. В результате она начинает убивать своих клиентов. Чтобы сыграть эту роль, Шарли Стерон согласилась кардинально изменить внешность. Она сбрила брови, носила специальные скобы на зубах, полностью отказалась от макияжа и набрала почти 15 килограммов. Жуткую внешность дополнила невероятно сильная эмоциональная игра. За этот фильм Терон была удостоена премии «Оскар».